Ввиду того, что центр армянской культуры, общественная организация крупная и много наших соотечественников уже проживает на территории города-курорта и в третьем и четвертом паре коленей, это неравнодушные люди нашему городу. Хотелось бы сегодня провести эту встречу в дружеской обстановке, послушать требования, прежде всего, Юрия Федоровича, задать, наверное, какие-то вопросы с позволениями. Ну, пожелать, пожелать, задать какие-то вопросы, свои мнения высказать. Очень хорошо, что все граждане принимают активное участие как в спорте, так и в экономике. Очень хорошо, что мы благодаря вам сохраняем армянские традиции, те, которые у нас есть. Мы все склонны к тому, чтобы это все было дружно, вместе, солидарно. В этом году предстоят выборы главы государства, 75-летие освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. В России пройдет мировое первенство по футболу, а в городе-курорте идет строительство двух тренировочных баз. У Анапы появился бренд, и его нужно активно продвигать, однако товар должен соответствовать рекламе. В частности, время киосков по продаже путевок прошло, необходимы новые формы. Несанкционированная торговля, удар по имиджу. При существующих требованиях на пляже не может быть. Баров, шашлычных, только безалкогольные напитки, мороженое и такая продукция, как печенье или снеки в промышленной упаковке. И это не инициатива мэрии, а краевой закон. Пляж должен соответствовать каким-то мировым стандартам. Достаточно тех точек общественного питания, которые находятся в проходах и до того, как. Отдельная тема – застройка. Когда одно место в детском саду, школе или на пляже, говоря условно, продаются уже по третьему кругу, тему удалось сдвинуть с мертвой точки. Горгипия сейчас обещает, говорим об этом, начнем строить школу на 1550 мест. И должны сдать ее к 1 сентября 2020 года. То есть под ключ. Сегодня садик, садик Леонтьев строит у нас, у Алексеевки, там, да, Алексеевки? Хотел сдавать его в августе 18-го года. Вызвал Леонтьева, поговорили, попросил его, говорю, слушай, ну давай побыстрее сделаем. Вот он должен в марте сдать. Ну он в марте сдает садик, он сдает школу. А чтобы ее наполнить, там еще, наверное, миллионов 15 надо денег на все эти парты, доски, кроватки, кухонное оборудование. Еще это отдельная тема. Ну ладно, будет садик, будем озаниматься. У администрации получилось убедить часть застройщиков выделять помещения для полиции, врача общей практики и почты. В ближайшее время планируется ввести правила. Одна квартира, одно парковочное место. Во всех этих вопросах глава рассчитывает на поддержку старейших и лидеров армянской диаспоры. Это должен быть город-курорт. Какую задачу ставит губернатор? Мы не можем допустить, что курортный город, стоящий на берегу моря, превратился в какой-то спальный район. Я не могу подвести губернатора, и губернатор поставил задачу, я буду все равно выполнять. Присутствующие согласны, что поставленные вопросы стоят достаточно остро. Встречное предложение раз и навсегда определить правила игры. Давайте этот совет депутатов пусть придумают, скажут, вот эти места нельзя трогать. А то люди покупают за большие деньги, покупают земельный участок, а потом после этого мы говорим, что нельзя там строить. Но он уже вложил деньги. Чтобы этого не было, он должен знать, что эти участки невозможно там строить. Ни торговые участки, ни другие и так далее. Если в таких организациях мы можем чем-то помочь администрации, было бы это правильно. Председатель муниципального совета Леонид Кочетов рассказал представителям бизнеса, что, по его информации на федеральном уровне, зреет проект создания в Крыму детского курорта. Вы знаете, это город, из которого будут делать всероссийскую детскую здравоицу. Мы должны брать тем, что у нас лучше, что у нас сфера обслуживания, культура, что у нас красота, что у нас цветы. Уже в мае этого года заработает федеральная трасса в Крым. Если игнорировать данный вызов, то последствия для экономики города, а следовательно и для всех, кто занимается здесь бизнесом, могут оказаться непредсказуемыми. Глава города дал понять, что открыт для диалога, но движение не должно быть односторонним. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Спасибо.